Так парни, всем привет! Ну вот она, вот она! Наконец-то я ее нашел, я до нее добрался. Новая Kia Optima GT, это не GT Line, это именно GT с двухлитровым турбированным движком. И новая Mazda 6, последний кузов одного автомобиля, последний кузов другого автомобиля. Сейчас мы про них будем подробно разговаривать, но как обычно, по стандартному, сравните сами вид внешний. Что у одной машины, что у другой. То есть, ну, сегодня будет уже поинтереснее, да, обзорчик-то? Он должен быть поинтереснее. Значит, смотрите, я не буду докапываться до машины и говорить, что одна из этих машин лучше, другая из этих машин хуже. Я просто сделаю такой сравнительный обзор, такой непроплаченный, мне никто не давал денег, ничего просто. Вот, вы сами все оцените. Автомобиль у нас вышел на рынок в 2016 году. В России, в Москве, в частности, в компаниях, вот, автосалонах, он появился в начале мая. Сейчас, например, GT комплектацию найти будет очень даже сложно. Заказываю автомобиль в автосалоне, подождать вам месяц-два, вот в этих диапазонах. Смотрим. Морда. Морда. Значит, смотрите, GT и GT Line чем отличаются? Спортивный обвес. Нет у нас диодок, у нас, вот, пожалуйста, воздухозаборники. Красивая решетка. Действительно, она делает машину более стильной, более мощной, какой-то такой, агрессивной. Я единственное бы, что лично я бы добавил бы автомобилю, ну, лично, чтобы я бы переиграл бы решетку радиатора. Так как она узнаваемая, и во многих машинах, даже в той же самой Kia Rio, она с чем-то пересекается, да. Ну, это такой автомобиль, такой уже премиум класс, можно сказать, да, ну, можно назвать его премиум, потому что сама Kia его позиционирует вообще как убийцу Toyota Camry. Фара у нас оптика, не диодная, у нас оптика идет бексеноновая. Здесь только вот ходовки диодные. Все остальное здесь бексенон. Ну, он также руль влево-право крутишь, он управляет, ну, следит за вами, смотрит. Капот. С линиями, ну, в принципе, внешне автомобиль смотрится симпатично. Вот посмотрите просто сбоку на автомобиль. Чтобы сейчас интереснее было, мы сейчас автомобиль просто поставим чуть вперед и просто сбоку их оба сравним. Два автомобиля, смотрите сами, делайте выводы. На мой взгляд, на самом деле, машина, конечно, интересная. Сказать то, что она скучная, получилось, не сказать. Но это не прямо вот супер-пупер новый автомобиль, это доработанная предыдущая версия. Что здесь доработано, мы сейчас обо всем этом поговорим, но сперва. Значит, наши комплектации идут 18-ые диски с процентовкой резины 235 на 45. С красной суппорта. Многие говорят то, что вот красные суппорта, усиленные тормоза. Ничего здесь не усилено, просто суппорта покрашены в красный цвет. То же самое с подвеской и то же самое вообще с тормозами во всех комплектациях. Начиная с самой бюджетной, там, у Kia Optima и заканчивая самой максимальной, как в нашем случае, подвеска и ходовая часть, она везде одинаковая. Она везде одинаковая. Единственное, что здесь доработано, это рулевое управление. То есть здесь руль более острый. Обвес спортивный по кругу и различные строчки, там, руль спортивный с шильдиками GT. Он идет в двух комплектациях. GT и GT Line. Все остальное это будет более штатного вида машина, но тоже симпатичная. Даже многим людям простые версии нравятся больше внешне, чем GT. Вот общались с людьми, так же покупатели приходят в салоны, рассказывают то, что ну мне почему-то... Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Поехали дальше. Повторители. Подчеркну, очень удобные. На мой взгляд, вот это, ну, как не то, что удобно, они более информативные. То есть в потоке, когда ты стоишь, Mazda просто сбоку сделана, здесь сделана полностью. Ручки. Здесь есть также встречающий свет у автомобиля. В принципе, нафарширован он конкретно. Есть, конечно, различного рода функций, которых нет в Mazda. Нужны они, намного они прям вот меняют ситуацию, чтобы сказать, да, я, наверное, выберу оптимум. Ну, не знаю, надо вот разбираться уже детально. Смотрим сзади. Оптика и задний вид, конечно, в автомобиле, это отдельная песня. Вот задница здесь, а, ну ты просто посмотри. Вот посмотри, да? Раздвоенная выхлопная система. Нижний бампер просто, ну, красивый. То есть он вот тут спортивный обвес, он, конечно, виды машине продает. На самом деле, если просто закрыть даже вот так вот шильдик, да, Kia, вот машина выглядит очень дорого. Вот если закрыть Kia и закрыть Optima, просто оставить GT, машина смотрится симпатично. Акулий плавничок у нас представлен. Тоже симпатичный. Как бы все эти элементы, понимаете, все помелочи, там, чуть-чуть, здесь, чуть-чуть, все, и это придает какой-то машине свой шарм. Вот оно, чудо. Чудо или не чудо, скажи мне. Двухлитровый турбодвигатель. Подкапотное пространство. Вот многие, знаете, начинают рассказывать вещи о том, что вот в Майзе неудобно подлезть, неудобно починить. Давайте пойдем от простого. На автомобиль идет гарантия 5 лет и 150 тысяч пробега. Сразу скажу, это не означает то, что на все, на все 5 лет и 150 тысяч, на некоторые вещи, там, гарантия 70 тысяч километров и так далее. Это нужно все смотреть, читать внимательно. Если ты хочешь купить машину, то вот эти моменты ты должен изучать. Но самое главное, на турбину, на двигатель, на коробку гарантия 5 лет и 150 тысяч. Это важно, и на самом деле, да, согласись, преимущество хорошее. То есть ты взял тачку, все, 5 лет ты ездишь без этих хлопот, без этих проблем. Как всегда я говорю, все, что ты должен знать, то, что сюда заливается у нас омывайка. И здесь вот у нас, пожалуйста, щуп для проверки масла. Сделано все добротно, интересно. Вот газоупорные стойки. То есть капот открыл их две. Капот тяжеленький. Но в Майзе я отмечу, что капот даже потяжелее будет. Но здесь тоже. За счет того, что стойки стоят, он как бы мнимо создается эффект, что он тяжелее, но на самом деле он не такой тяжелый. Выдает он 245 лошадиных сил. Разгон от 0 до 100 у нас 7,4 секунды. Расход топлива в городе, реальный расход, будет примерно 12 литров. Но это вот заявленный производителем. Сразу скажу, с такой машиной, с такой, я даже сказал бы, дурой, да, можно разгоняться. И ты будешь хотеть всегда давить тапочку в пол, показывать всем то, что у тебя машина-то спортивная. То есть она тебе ехать-то может. Соответственно, я думаю, что расход здесь реально будет 14 литров. Повторюсь, в продажу он поступил с начала мая, поэтому вот сейчас буквально автомобиль 3 месяца в продаже. Какие-то прям вот, знаешь, нюансы. Послушай человека, владельца, который тебе расскажет и скажет, не, у меня расход меньше, больше. Это, ну, надо искать, смотреть на форумах. То есть машина свеженькая. Если Mazda у нас с 15-го года и, в принципе, сейчас про машину уже все все знают, всем уже все понятно, где там минусы, где плюсы. То здесь это нужно будет ждать, смотреть и просто следить за отзывами реальных владельцев. Почему? По трассе расход 7 литров можно сделать. Смешанный расход можно сделать 9 литров. Пройдем дальше. Там же самое интересное нас будет ждать именно внутри автомобиля, в интерьере. Пойдемте посмотрим. Что касаемо шумоизоляции, вот здесь, конечно, можно поставить плюсы. На самом деле у Optima шумоизоляция лучше, чем у Mazda. И машина сама по себе тяжелее. Если Mazda у нас весит тонну 400, то здесь машина весит тонну 650 килограмм. То есть вот тонну 650-тонну 700, вот в этом диапазоне машина весит. Качество материалов, ну, смотрите, сами оценивайте. Многие люди говорят, да, убогий пластик, там, пластик не такой, еще что-то. Ну, вот это вот говорит то, что здесь, ну, смотрите, он мягенький, он обшитый, да. Вот этот твердый, там, это даже его не назвать твердый, потому что он, ну, прожимается. В нашей комплектации, в максимальной, есть, в принципе, все. И комплектация сама по себе жирнее гораздо, чем, например, в той же самой Mazda 6. Ну, опять же, жирнее за счет чего? За счет того, что здесь есть, там, 2-3 функции, которых нет в Mazda. Электропамять сидений есть и там, и здесь. Электростеклоподъемники тоже все полностью автоматические. То есть, настраивать зеркала, все можно. То есть, здесь ничего такого, чем вас удивить, нельзя. Садимся в машину, да, в принципе, сесть в машину легко. Вот просто посмотрите сами на сиденье, сделайте выводы по сиденью. Вот покажи. Выводы ваши какие? Вот пишите в комментариях, вот с видой удобные сиденья или неудобные? Потому что бывает так, что смотришь на машину и сразу понимаешь, что на них удобно будет сидеть. Помните, как мы снимали Opel Insignia? Там действительно открываешь дверь, думаешь, бля, классно. Прям сразу интересно. Здесь тоже, в принципе, сесть в машину, ну, все, сижу. Также сиденья отъезжают, подъезжают, вот в этом удобство, какие-то есть фишки. В принципе, у кого сиденья с электропамятью, в Mazda тоже можно настроить так, чтобы когда вы автомобиль глушили, сиденья будут сами отъезжать назад. Но, когда вы будете заводить машину, сиденья подъезжать вперед не будут. То есть, вам придется их самостоятельно подводить. Машина напичкана различными функциями. То есть, какие? Давайте просто в машину сядете сейчас сами, просто посмотрите. Вот смотрите, закрываем дверь, соответственно, сиденья сразу подъезжает вперед к рулю. Казалось бы, мелочь, вот как всегда, знаешь, мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Тут по мелочи, там по мелочи, здесь и в итоге люди выбирают, начинают, например, склоняться больше к этому автомобилю. Заводим. Руль. Действительно удобный, на самом деле. Есть замечание у владельцев уже, то, что вот в этих частях он тоненький. По большому счету, это, наоборот, даже удобнее. Я вот серьезно говорю, так ты сидишь, ты же не рулишь вот так вот, ты вот так вот за него не хватаешь. Так ты будешь хвататься только на большой скорости. На большой скорости, вот ты взял, пожалуйста, едешь. А этот ты в городе сидишь, вот большой палец у тебя, все, ты вот его положил и все, управляй. Удовольствие тебе будет получаться? Будет. Центральная панель. Вот на что похожа центральная панель, а? Вот ты не сам скажи. Вот здесь, я чего только не слышал, и BMW, и Audi. То есть, сводит к тому, что корейцы взяли там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, но скомпоновали-то хорошо. Вот, допустим, ручка, да, селектора, она, пожалуйста, действительно из аудиушки. Интересно сделано. Сама торпеда повернута к водителю на 8,5%. То есть, BMW? BMW. Ну, это удобно, то есть, ты сидишь, действительно, как бы, это бросается сразу в глаза, ты сел, все, в твою сторону, все повернуто. Интересно. Верхний пластик, он, в принципе, я бы сказал бы, он такой же, может быть, даже как у Mazda. Может быть, какие-то есть различия, но внешне так не скажут, потому что он тоже мягкий, он прогибается, тоже есть такая лжестрочечка, как будто это кожа обшита. Смотрится симпатично. Единственное, вот если начать там к кому-нибудь придраться, да, ну, к чему придраться? Вот я смотрю на центральный дисплей. Вот почему вот нельзя было флешку SD, например, убрать там в подлокотник? Можно было? Можно было. Ну, казалось бы, это мелочуга вообще полная, то есть, к этому, даже не хочу на это восстанавливаться. Сидеть в машине удобно. Вот я сажусь, все, настроена она под меня, места кажется много, я бы даже руль, мне кажется, чуть пониже бы опустил. Что хочу отметить, вот смотрите, что здесь есть, чего нету, например, в Mazda. Здесь есть подогрев руля. С кнопки мы можем выбирать три режима управления автомобилем. Есть спортивный режим, есть эко-режим и есть, ну, нормальный. Отмечу, что в спортивном режиме, как обычно, просто держатся обороты. В тот же момент, даже если в эко-режиме или в обычном ты едешь, коробка работает по такому принципу, что ты жмешь, вроде бы она плавно работает, но порой, бывает, она подрывается. Если нажать в спорт режиме, даже тапку в пол, нет такого, что она прям пух полетела. Вот этого нет, все равно присутствует какая-то задержка. Вот она секундная, но она есть, то есть она и потом только начинается. Турбина начинает дуть сорока километров, то есть ты разогнался, все, дальше ты нажимаешь, она работает. Подогрев трехступенчатый, также есть вентиляция сидений. Реально фишка удобная. Вот действительно, в жару, в жару, особенно когда салон на коже, он перфорирован, сидишь, там, включаешь, ну, блин, прикольно. К этому быстро привыкнешь. И в следующий раз, когда ты продашь эту машину, захочешь что-то новое себе купить, вот эти вот мелочи, да, вот, подогрев, ну, подогрев руля, вентиляция сидений, ты про них уже будешь вспоминать, ты будешь говорить, да, с ними было комфортно. Также машина может сама парковаться. Ну, эта фишка не новая, и она, в принципе, есть на всех моделях Kia. Также стоит система кругового обзора. Такая же шторка сделана, как в Mazda. Ну, по крайней мере, она не только в Mazda, во многих машинах, но это выглядит как-то эстетичности больше придает от салона. Ты вот раз закрыл, открыл, поставил, коев, попил. Вот эту часть сразу хочу сказать. Этот пластик, да, вот здесь вот уже есть вопросы. Ногой у тебя будешь прислоняться, вот, пассажир, будешь сеть ногу себя облокачивать? Чувствуешь? Со временем он тоже начнет поскрипывать, будет гулять. Также водитель, вот. Вот здесь действительно не хватает чего-нибудь такого, знаешь, обшить бы, чтобы было помягче. Потому что в Mazda, например, я коленку кладу, там мягкая часть. То есть приятнее сидеть. Здесь даже вот, ты сейчас сидишь, уже есть такой небольшой напряг. И самое главное, ты будешь постоянно ногой-то упираться. Особенно в пробочках ты будешь стоять. Вот эта часть, одним словом, со временем будет скрипучая. Центральную эту консоль, ее нужно однозначно сразу закатывать бронепленкой. Такую услугу дилер предлагает. Я, на самом деле, рекомендую, если ты будешь эту машину брать, то сразу закатывай, не думай. Потому что когда-нибудь ты положишь сюда ключи, когда-нибудь что-то еще здесь будет лежать. И, соответственно, вот эти царапки, они появятся быстро, а от них ты уже потом никак не избавишься. Здесь у нас зарядное устройство. То есть мы можем положить сюда телефон, и он будет заряжаться. Подлокотник. Он удобный. Действительно, он длинный. Особенно если взять в расчет то, что мы, например, поставим коробку в D режим. Все, смотри, ты сидишь, ты руку положил, ты едешь, ты управляешь машиной. То есть тебе действительно будет удобно. Ход селектора тоже мягкий. Нет никаких посторонних щелочков, шума какого-то нет. Ну, комфортно. Раз-раз поставил, убрал. Подлокотник у нас, в принципе, большой. Есть некоторые ниши. Ну, вот это вот кто-то это любит. Ваш кто-то это любит. Кому-то это нравятся, всякие бардачки, полочки куда-то положить. Еще что-то. Он большой. По мне, это, ну, есть он и есть. То есть к нему какого-то внимания отдельного не стоит. Вот, пожалуйста. Что скажешь? Панорамная крыша, люк. Комфортно. В летнюю погоду, в жару, ты с удовольствием покатались открыто. Но как владелец автомобиля с люком, я знаю, что пользоваться ты им будешь крайне редко. В городе особенно, допустим, в крупном городе, ты от него не насладишься. Если ты вот откроешь, вот ты будешь прописать газы, все это будет лететь. То есть намного лучше то, что здесь есть система кондиционирования, она работает хорошо. Пассажирам сзади они будут наслаждаться, смотреть там, ну, какую-нибудь девчоночку наверняка захочешь прокатить. Машина-то молодежная, то есть она села сзади, сидит, пожалуйста, смотрит. К пластику есть к чему придраться. Вот я честно считаю то, что в Майзде пластик намного лучше. Потому что здесь он прям сильно дубовый. Я действительно боюсь то, что после первой зимы, то есть вот после первого года эксплуатации начнут проявляться скрипы. Есть они сейчас или нет? Ну, на всех машинах, в принципе, скрипы проявляются. Но у меня полтора года в машине, 45 тысяч пробегов на данный момент. Посторонних шумов нет. Их там буквально три. И все они лечатся там путем смазки силиконом. Все. Музыка здесь стоит Harman Kardon. Музыка Harman Kardon. Это уже как бы премиум музыка. Это даже круче, чем Boss. То есть к ней действительно, ну включать ее сейчас смысла нет. Но работает, она играет вообще действительно хорошо. Звучание здесь очень приятно. То есть вот продуманный ход. Машина такая, знаешь, с уклоном на молодежь. Соответственно, что молодой парень-то любит сесть, включить музычку, чтобы пуф-пуф-пуф-пуф. Здесь это будет. По интерьеру, ну, оценки сами пишите. На мой взгляд, интерьер симпатичный. Да, это новая машина, он переработан. Все. То есть глазу здесь приятно. Важно отметить то, что дорожный просвет у автомобиля 155 миллиметров. Передняя подвеска у нас стоит многорычажная, независимая типа Макферсон. Со стабилизаторами поперечной устойчивостью. С виду места вполне достаточно. Вот сейчас сиденье отъехало назад. Но, тем не менее, давайте я просто сейчас сяду сам за собой. Объясню, почему. Вот я раз, все, да? Здесь я. Сидишь удобно. Опять же, важно учить то, что если сиденье чуть вперед отъедет, места будет больше. Но его здесь достаточно. Также есть пространство для ног. Все, я сел, мне комфортно. У меня есть подогрев, у меня есть автоматические стеклоподъемники. Пивка поставил, поехал на дачу. Шторки, обрати внимание. Считается, что вот эти шторки атрибут бизнес-класса. Ну, на мой взгляд, эта шторка была бы атрибутом бизнес-класса, если нажимаешь кнопочку, она сама выезжает. Она механическая, то есть ее пальчиком пустил, пальчиком поднял. Сидя сзади, вот давайте я вам покажу просто, с каким видом вы будете наслаждаться. Раз, и вот смотри, крыша тебе. Сидишь такой. В путешествиях это действительно будет удобно. Ну, сидеть удобно. На самом деле, сиденье чуть закинуто назад, то есть ты садишься, ну, чувствуешь себя комфортно. Чувствуешь себя комфортно. К машине претензий каких-то таких вот к посадке именно у меня нету. Действительно, большая. По размерам, кстати, хочу отметить, что она чуть больше Mazda 6. Вот, знаешь, вот побольше, но, опять же, больше-то она ее по длине, по ширине, по высоте, ну, знаешь, на 20 миллиметров. 20 миллиметров вперед, 15 миллиметров сбоку и там 10 миллиметров сверху. Здесь у нас багажник 510 литров. Раньше Toyota Camry говорил то, что вот, мы самые крутые в плане багажного пространства. У них было 506 литров и он считал самым большим. Что сделала Kia? Добавила 4 литра. Соответственно, у них багажник стал больше. Вот эта часть продуманная сделана. Когда закрываешь, она сделана с таким небольшим скосом. Место меньше она сжирает. Также, пожалуйста, сиденье можно разложить. И будет у вас, в принципе, большой багажник. Значит, тянуть время мы не будем. Мы поедем просто сразу на тест-драйв. Парни, вот просто трогаемся с места. Все, поехали. Мы сейчас едем в обычном режиме. Я вам хочу сказать сразу, что шумка в машине действительно есть. Но, отмечу то, что если ездить по городу, то есть, допустим, ну вот, сколько ты в городе ездишь? 60-80, ну, 90. Претензий не будет. Да у меня и на мази даже таких претензий нет. Если выйти на трассу, разогнаться там, допустим, километров, ну сколько, 150-160, ты мне назови просто сам машину, на которой шуметь не будет. От дороги на такой скорости шум будет присутствовать 100%. Тормоза здесь более мягкие. Соответственно, к ним тоже такое, знаешь, надо привыкнуть. Просто как у меня лежит рука. Вот она. На руле. Я управляю подголовник, удобный. Мы сейчас едем, дорога тоже такая, ну, как разбитая, она такая волнистая. Соответственно, есть лючки, еще что-то, мы на них наезжаем. Подвеска помягче. Соответственно, в городе это, наверное, приятнее, но на большой скорости, в максимальной комплектации, конечно, машина разгоняет с 245 км в час до максимума. То есть, что будет комфортнее на большой скорости, я уверен, что все же будет комфортнее Мазда. Потому что у Мазды подвеска затянутая, и на ней как бы дорогу, и просто гнать нам вперед-назад, там налево-направо будет круче. Если мы нажимаем еще раз на кнопочку, включаем режим спорт, я вот прямо сейчас почувствую, что обороты поднялись. То есть, на педальку жмем, вот есть задержка, понимаешь, задержка есть, но потом идет резкий рывок, просто смотри, три раз, вот она поскакала. Но не так, что прямо вот как вот на Мазде, если нажать режим спорт, режим спорт, то там прямо на педаль жмешь, все, сразу чувствуется отдача. Вот она в потоке, малышка моя стоит, а? Ну, ты сам скажешь, как вот она в потоке-то выглядит. Озорная, озорная девчонка. Особенно своими баночками. Люди оборачиваются. Машина новая, конечно, внимание привлекает, ты сидишь в салоне, все смотрят, такие посматривают, проходят, спрашивают, это что новое, да, почем? Интересуются. То же самое было с Мазды шесть год назад, когда я ее только купил, подходили, спрашивали, сейчас уже никто не подходит, ничего не спрашивает, уже машина вся, как бы она уже есть. Что машине там полтора года она на рынке, даже чуть-чуть больше. Обзорность тоже достойная, то есть я бы не сказал, что она там лучше чем-то, чем в другом седании, то есть все видно. Зеркала, красиво. Мы сейчас едем в режиме города, соответственно, время полшестого вечера, суббота, народ катается, развлекается. Мы выключили музыку, у нас слегка работает кондиционер, комфортно. Переезжаем вот железнодорожные пути, тоже классно. Вот, ну на спорте, конечно, поинтереснее ездить, то есть машина прям подрывает, ты с этим, к этому привыкнешься, и это очень понравится. Касаемо чуткости руля, ну в пределах города, это опять же говорить о том, что он не чуткий или он суперчуткий. Да, он откликается, то есть раз влево, раз вправо. Машина себя ведет адекватно. Звук двигателя в салоне, когда едем потихонечку, слегка нажимаем на педаль, его в принципе не слышно. Но когда мы начинаем подтапливать, особенно на спортивном режиме, а мы сейчас тестируем ее только на спортивном, его слышат. Но звук приятный. Да, не АМГ, да, не ЭТО, ну он приятный. То есть мне он ухо не режет. То же самое с Мазды 6. То есть, жмем, работа двигателя мне нравится. То, что в машине 245 лошадей, это чувствуется. Даже в обычном режиме мы сейчас перешли, нажимаешь на газ, в повороты выходишь, притапливаешь на разгон, идешь. Она же прошлифовывает. Уверен, что на Мазде 2.5 в принципе система та же самая будет. Ну те же самые ощущения, то что подтопил, она будет прошлифовывать. Но здесь дурь есть, то есть погоняться на ней можно. Особенно в потоке города, вот смотри, сегодня суббота, вот Москва суббота. То есть влево-вправо сейчас в шашечки поиграть можно. Вот смотри, на машине мы покатались, мы с ней уже неделю лазим с этой машины, просто вокруг нее ходим, смотрим ее, щупаем ее. Я тебе честно скажу, мое мнение, что машина получилась достойная. Я не скажу, что это супер, прям вау-бомба, что я сейчас продам свою Мазду и куплю ее. Нет. Но если бы вот сейчас был бы 16-й год, я бы выбирал между автомобилей, я бы действительно к ней присматривался бы. Выбрал бы я ее или нет, это уже как бы дело второе, десятое, надо было бы смотреть. Но то, что машина симпатичная, то, что машина комфортная, удобная, напичканная различными функциями, это да. Значит, машину мне на тест предоставил автосалон Kia Auto Speed Center столица, за что им огромная благодарность. Так как найти именно комплектацию GT в городе мне было сложно. Находил GT Line, но хотелось именно попробовать GT. Есть здесь менеджер по продажам Руслан Шайхудинов, с которым мы сегодня потратили немало времени, чтобы заснять этот автомобиль. Если ты хочешь купить эту машину, обращайся к нему, ссылку на него я оставлю, просто в описании его контакта. Ну, просто в качестве благодарности салону за то, что они мне дали этот салон, машину потестируй. Все будет в описании, заходи, звони, говори то, что от меня с канала. Ну, люди обещают сделать какое-то комплексное предложение, так как машина редкая, ждать ее долго. Поэтому звони, общайся, торгуйся, выбивай скидки. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Ниже оставляю ссылку на свой инстаграм, так же вот он сейчас появится где-то на экране. Смотрите, подписывайтесь. Все, что появляется по факту, дальше мы сразу снимаем, выкладываем туда. Следующим видео, я думаю, у нас будет дневник Мазда 6, серия 8. Не нужно забывать, с чего начинался канал. Поэтому всем спасибо, всем пока.